Наталья Подольская переживает непростой период. Артистка не может совладать с эмоциями. Певица Наталья Подольская призналась, что в последнее время не может взять себя в руки. Раздражение, теперь вечный спутник рыжеволосой красотки. Вокалистка понимает, что ее бессильная злоба не приведет ни к чему хорошему, но перенастроиться на позитив пока не способна. Наталья, как оказалось, переживает непростой период. В такие дни, когда тобой завладевают обстоятельства и раздражение бежит впереди тебя, я теряю себя, теряю свое равновесие, и злюсь, что позволяю этим самым обстоятельствам себя победить, потому что раздражение порождает лишь раздражение в ответ, посетовала Подольская в личном микроблоге. Наталья просила подписчиков посоветовать ей действенные способы борьбы с раздражительностью. Публика моментально откликнулась на мольбы певицы. Звезде предложили сжигать негативные эмоции в спортивном зале, проводить больше времени на природе и проверить организм у медиков на наличие каких-либо дефицитов. Подольская не стала уточнять, что за обстоятельства ею завладевают. Между тем поклонники полагают, что все дело в странных слухах, которые периодически всплывают в сети. Злые языки то и дело разводят Наталью Подольскую с мужем, певцом Владимиром Пресняковым. Вокалистка уже устала опровергать домыслы о якобы крахе своего брака. Ранее Наталья даже хотела судиться с журналистами, распространяющими сплетни, но потом передумала обращаться к Фемиде. Ранее Подольская, решила отреагировать на эти сплетни и дала понять, что у них с исполнителем хита-стюардесса по имени Жанна «Все прекрасно». В своем аккаунте на запрещенной в России платформе Инстаграм, Подольская выставила совместное фото с Пресняковым и семьей. У нас сегодня праздник. Нашему Ивану три года. Это самый прекрасный и чудесный весенок. Весы, на свете. Словами не описать, как мы тебя любим. Могу сказать одно, с первыми детьми мы очень тревожные. Все в первый раз, когда появляется второй, ты просто наслаждаешься материнством, написала Подольская. В день рождения Ваня исполнительница пожелала, чтобы все дети во всем мире были здоровыми и счастливыми. Пользователи сети стали активно комментировать запись. Пусть растет здоровым, счастливым и только вас всех радует, желаю ему здоровья и успехов, творческого долголетия и слушаться родителей, он правда фантастический ребенок. Наташа, поздравляю с таким чудом, высказываются комментаторы. Продолжение следует...